Уважаемые родители, мы продолжим сегодня разговор о лечении кашля, о лечении острого респираторного заболевания, одними из симптомов которого является кашель. Если в прошлый раз мы говорили о бронхоспазмах, то сейчас мы поговорим о лечении кашля с мокротой. То есть влажного, булькающего, хрипящего, страшного в этом ничего нет и опасного тоже ничего нет, если не запускать. Значит, основной способ, который вы можете использовать дома, это ингаляция. И вот я уже говорил в прошлый раз, что часто обращаются мамы с жалобами на то, что дети очень плохо дружат с ингаляторами, не любят и им никак не нравится. Значит, есть старый, известный, народный способ, очень эффективное лечение кашля без всяких специальных приборов. Сейчас я вам об этом расскажу, и вы можете активно лечить таким образом всю семью. Значит, вы берете кастрюлю, отвариваете картошку в кожуре, в мундире до готовности. Значит, она закипает и так далее, и так далее. Значит, после того, как картошка сварится, ее не надо чистить, вы сливаете воду с этой картошки, она остается сухая. Значит, и вот в эту сухую картошку вы насыпаете специальную траву. Давайте мы поговорим о том, какие травы являются, обладают эффектом мокроторазжижения. Ну, я думаю, что из всех перечисленных мною сейчас трав, вы найдете какие-то, которые есть у вас в регионе, и которые вы можете просто запастись осенью засушить надолго. Лучше, конечно, брать аптечные травы, они правильно сделаны, правильно высушены и проверены на качество. Итак, какие это травы обладают? Ну, прежде всего, это такие травы, как девисил, эвкалипт, кородуба. Кроме того, вы можете готовить и использовать такие травы, как подорожник, крапива. Очень хорошим эффектом обладает именно листья крапивы, вы можете насушить. То есть на кастрюлю с отварной картошкой вы добавляете 2-3 столовые ложки травы сухой, не надо заваривать. Значит, потом добавили, чуть-чуть закройте крышкой и потрясите кастрюлю. После этого в идеале, если ребенок пойдет, вы накрываете с ним одеялом, кастрюля стоит там же у вас под одеялом, и вы дышите этим паром. Дети могут бояться в темноте, бояться залезать туда под одеяло, там жарко, непривычно, страшно и так далее. Но здесь можно в виде игры это сделать, придумать какой-нибудь космический корабль или какую-нибудь новую планету, путешествуя во времени и в пространстве. Но не обязательно накрываться, можете сесть всей семьей вокруг этой картошки и дышать над ней, опять же, в виде игры. Ребенок, видя, что это делают все, будет с удовольствием в этом участвовать. Иногда можно сделать такую воронку из любой бумаги, из любого материала, на узкий край вы вставляете в кастрюлю, а над широким ребенок дышит. Можете такую воронку дать каждому члену семьи, и вот вы все вместе дышите над этой картошкой. Можно без всякой воронки, просто кастрюля стоит рядом, но не вообще в комнате, а непосредственно, чтобы ребенок этим паром дышал. Но это еще не все. После того, как он подышит, сколько времени? Обычно это пока не остынет картошка. Это получается минут 20. Но это еще не все. После этого вы делаете так называемый бронходренаж. То есть желательно, чтобы головной и грудной конец ребенка был немножко ниже, попа выше. И дальше вы делаете поколачивающие движения по грудной клетке. От поясницы вверх резкие движения. Посмотрите, вот так вот вы это делаете, отбиваете. Обычно это хорошо делать двумя руками синхронно. Но можно по одной, туда и сюда. Резкие движения для бронходренажа. Мокрота скапливается в просвет верхних дыхательных путей. А дальше вы заставляете ребенка либо выкашлить и вытащить это. Либо иногда бывает даже такой прием, как ложку в рот. Ребенок как бы давится. Он все это дело выкашливает, вычехивает. Иногда это может и немножечко вырвать. Ничего страшного в этом нет. Единственное, не надо это делать после еды, чтобы не создавать лишние сложности детям. Так вы очищаете дыхательные пути и у вас ребенок будет дышать какое-то время спокойно, ровно и не будет кашля. Через какое-то время мокрота опять накапливается и это будет проходить до того, пока не закончится заболевание. Но, естественно, чем чаще вы будете очищать дыхательные пути, тем быстрее ребенок поправится. Зачем нужна трава? Трава обладает мокроторазжижающим действием. И она способствует более жидкой мокроте и более обильное ее выделение. Потому что это, еще раз напоминаю, защитная реакция организма в ответ на проникновение микробов в дыхательные пути. Вот так вы можете заменить ингалятор. Единственная у меня к вам просьба. Не устраивать такие вот водяные бани с сухого пара при высокой температуре ребенка. Там 37, 37,2 можно делать где-то выше 37,5. Если ребенок нормально переносит температуру, если на 37,2-37,3 у него плохо, вплоть до каких-то судорожных реакций, то лучше этого не делать. Просто дать подышать, не накрывая, не делать какие-то горячие упражнения. Таким образом вы можете помочь ребенку справиться с кашлем. Итак, я желаю, чтобы ваши дети не болели. Задавайте ваши вопросы, обращайтесь. Мы будем сообщать вам о различных методах лечения, диагностики, упражнений и так далее. В наших следующих встречах. А пока я с вами прощаюсь. Спасибо, до свидания, будьте здоровы.